Два года исполнилось общественному фонду «Дом солнца». В свой день рождения его представители провели благотворительный вечер. На праздники света и добра побывала наша съемочная группа. Самый солнечный дом отмечает день рождения. На благотворительный вечер пригласили всех желающих. Более 150 человек пришли поддержать участников фонда. Солнечные дети подготовили поделки. На столе яркие цветы и картины. Нам исполнилось два года, и мы очень рады этому событию. И мы рады поблагодарить всех-всех наших помощников. У нас очень много помощников, которые сегодня все пришли к нам поздравить нас. Нам очень приятно. И вырученные средства мы будем тратить на развитие наших деток солнечных. Лишние хромосомы не должны мешать общению со сверстниками, говорят члены общественного фонда. Все мы разные, и благодаря этому нам интересно узнавать что-то новое друг о друге, делиться радостями и успехами. У каждого ребенка есть талант, и дети с удовольствием демонстрируют его на сцене. Мы очень рады поучаствовать в этом мероприятии, потому что добро нужно делать всем и всегда. В области 93 солнечных ребенка. Организаторы фонда стараются помочь каждому. Такой концерт для них – важное событие, которое поддержит детей и напомнит взрослым, что нужно быть добрее и учить этому своих детей. Мы с радостью пошли как благотворительный концерт. Нужно детям немножко, хоть это капля в море, но нужно детям таким помогать. За эти два года они добились больших результатов. Я думаю, впереди их ждет множество открытий, множество побед. И почему мы с ними сотрудничаем? Потому что в этих детях прямо на лице написана их искренность, их доброта и любовь к людям. Солнечный дом я знаю уже с самого их основания. Пришла я к ним аниматором. Сейчас я просто их, можно сказать, ярая поклонница и фанатка. Я их очень-очень люблю. На благотворительном вечере удалось собрать больше 75 тысяч тенге. Эти деньги пойдут на творческое развитие воспитанников фонда. В ближайшее время учредители Дома Солнца планируют открыть реабилитационный центр для малышей с синдромом Дауна. Анна Житская, Владимир Боровков, Новости МТРК.